Добрый день дорогие мои друзья! Мы продолжаем построение мужских брюк. В прошлый раз мы закончили построение, прервались на построение задней половинки брюк. Мы закончили построение верхней части этих брючек и переходим к построению нижней части брючек, а потом будем оформлять золотую серединку. Итак, смотрим снова на ширину брюк внизу. Исходные данные у нас 18 сантиметров. Значит, эти 18 делим пополам, будет 9. И влево и вправо откладываем на сантиметр больше. То есть 10 сантиметров откладываю влево и 10 сантиметров откладываю вправо. То есть задняя половинка брюк получается внизу на 2 сантиметра с каждой стороны пошире, чем передняя половинка брюк. Низ оформляю вот такими вертикальными линиями для того, чтобы сохранить удобство обработки линии низа. А посмотрите, что делаю наверху. Вот это вот такая некая особенность. По линии коленочек я делаю на 1 сантиметр задние половинки шире, чем передние половинки. Выстроив переднюю половинку в области коленочек, вот видите, 1 сантиметр сюда и 1 сантиметр влево. И продолжаю оформление уже вот таким образом. И дальше соединяю с линией бедер. Вот так у меня получилось. То же самое здесь. Так как большую часть я вам уже рассказала, не хочу дальше спешить. Сейчас сделаю остановку и поправлю вам. Ярко выделим переднюю половинку для того, чтобы вы ее видели и поверх нее уже будем настраивать заднюю. Купила какие-то новые карандашики. Вот такие вот. Посмотрим, как они себя поведут. Итак, выбираем такой красивый карандаш новенький. И мне не нравится, как он заточен. Подровняли. Посмотрим, что получится. Не будем суетиться. Итак, передняя половинка прюк. Что у нас в талии? Талия у нас получилась вот такая картинка. Пропускаем как бы маленькую выточку, которую я потом так переведу в кармашек. Не буду загромождать, не буду ее рисовать. Потом идет у нас вот такая история. Затем вот так. Ага, здесь мы еще не закончили. Сейчас мы к этому вернемся и достроим. Дело в том, что мне нужно отложить а хотя нет, почему я же не заднюю половинку обвожу, поэтому поехали. Вот так. Смотрите, что я еще люблю делать. Я люблю выполнять ну, некоторое приталивание вот в этой области, как и в женских брючках, да? Совсем незначительное. Буквально какие-то три миллиметра вовнутрь, как бы, но они придают, на мой взгляд, все-таки какую-то элегантность, что ли, вот нашим нашим выкройкам, да? Более плавные, вот эти не рубленные линии, а какие-то более изящные. Более плавные линии. Давайте посмотрим, что из этого у нас получится. Так, вот у нас идет линия и передняя половинка брючек у нас выглядит. Так. Задняя половинка брючек у нас тоже идет вот так. мягкий карандаш все-таки пачкает он нашу работу. Но я не люблю, когда пачкает. Я люблю, когда чуть-чуть красиво. И никак не могу приспособиться, чтобы купить что-то, что бы меня устраивало до конца. Что бы мне было нравилось то, что я делаю и вам показываю. Ну вот так вот. Теперь вам видно эту заднюю половиночку, эту переднюю половиночку и мы работаем задачей построения с задней половинкой. Для того, чтобы это сделать, я должна соединить, нам осталось достроить вот эту часть. Я должна соединить линию колена с точкой Я5. вот так тоненько пока работаем, соединяем. Я что еще люблю делать? Я люблю уравнивать вот эти расстояния. От линии колена до точки Я2 беру информацию с передней половинки и точно такую же длину я откладываю на задней половинке. Многие методики говорят, что нужно сюда закладывать, не надо этого делать, нужно укорачивать наоборот эту величину, а потом ее оттягивать утюгом. Я попробовала это сделать, мне это не понравилось. Я 51, потому что сколько оттянешь здесь, столько потом соберется в виде заломчиков на передней половинке в готовых вещах. Убедившись в этом несколько раз, я от этой затеи отказалась и вам предлагаю то, что вам предлагаю. А что вы выберете, это ваш выбор. Я уже настаивать ни на чем не буду. Смотрите, мне хочется сейчас красиво оформить вот эту заднюю половинку до конца. И видите, как далеко у меня вот эта точка отошла вправо. И поэтому прогиб вот на этом месте я сделаю уже не 3 миллиметра, а сделаю миллиметров ну 10 или сантиметр или полтора сантиметра даже, в зависимости от того, насколько у меня уделит эта точка. В данном случае хочу сделать, наверное, всего лишь сантиметр. Да? И у меня оформится ярко задняя половинка вот так с прогибом и и вот так оформили заднюю половинку. Затем от точки Я2 я вниз отступаю 1 сантиметр всегда, видите, вот это расстояние 1 сантиметр и оформляю шов сидения задней половинки. Вот этот кусочек всегда прямой. Точка 3 это середина вот этого отрезка, вот она, да? И сейчас я измокчусь и по лекалу красиво попробую соединить вам точку от линии бедер с точкой 3 и затем уже точку 3 соединяем с этим хвостиком. Вот такая у меня симпатичная получилась дорожка. Вот так как-то выглядит шов сидения задней половинки мужских брюк. Да, вот такая получилась картинка. Так, что нам осталось сделать? Собственно говоря, я бы еще оформила некоторые прогиб вот здесь, да? Те же самые 3 3 миллиметра 3 5 миллиметров и ну и все и достроила выкройку выточку на задней половинке брюк. Давайте возьмем уже другой карандашик и обведем заднюю половинку брюк, чтобы вам хорошо было ее видно. Вот это у нас была передняя половиночка брюк. Так, этот же шовчик я обвожу здесь, вот так, да? Затем я прихожу с прогибом с некоторым вот в эту линию, затем уходим в линию коленочек, так, и уходим вниз. Вот так у нас получилось. Линия талии. Сейчас закончим вот эту работу, я вам еще одну вещь очень интересную расскажу, которую использую очень хорошо. Которая работает замечательно. Видите, вот уже когда я оформляю исходную, конечный результат, я стараюсь с помощью лекала все свои прогибы, точки какие-то сгладить, убрать, потому что чем мягче будут ваши линии, особенно вертикальных линий, вот таких это касается, да? Чем изящнее будут ваши формы, тем точнее будет ваша выкройка. Вот эти все уголочки и все остальное я предпочитаю всегда сглаживать и убирать. Ну и вот, здесь у нас на задней половинке выточка у мужчин очень маленькая, как правило это один сантиметр, ну иногда полтора сантиметра, а раз маленькая, то очень коротенькая. Сантиметров пять, наверное, шесть от силы семь, строится она от талии в длину, да? И вот на этом месте обычно строится кармашек. Сантиметров там двенадцать, тринадцать, четырнадцать, шестнадцать, может быть, сантиметров на этом месте строится кармашек. И вот, собственно говоря, все. Мы закончили с вами построение задней половинки брюк. Время у меня еще есть и вот про что я вам хотела сейчас рассказать. Смотрите, значит, специфика еще раз мужских брюк. Вот этот отрезок прямой. Видите, если он у вас рисуется овальным, значит, что-то вы где-то сделали не так. Но иногда вы себя проверяете и у вас все так. Но получается почему-то, предположим, вот такая вот картинка. Поверх я нарисую вот такими штрихами, да? А задняя половиночка брюк у вас получилась вот такая прямая линия. Что вам надо сделать? Вам надо отбалансировать вот эти две точки или поправить верхние части боковых швов. Видите, как я это сделаю? Я эту точку подвину сюда наполовинку вот этого расстояния, а эту сюда наполовинку подвину, и линии станут одинаковыми. Точно так же у меня может оказаться далеко вот эта точка. И мне захочется ее подвинуть сюда, а эту выпрямить сюда. И так далее. То есть вы всегда должны помнить, что, особенно это касается мужских брюк, точка Т7, это точка пересечения линии талии и бокового шва для задней половинки, вот она Т7, да, и точка Т3, по-моему, там она у нас называлась, Т3, да, это точка пересечения линии бокового шва передней половинки и линии талии. Так вот, точки Т3 и Т7 можно как сдвигать друг к другу, так и раздвигать друг от друга, добиваясь красоты вот этой вот линии, конгруентности какой-то, идеальности. Вот если сейчас уже так вот придираться, да, я смотрю на эту картинку сверху, окидываю ее взглядом, что бы я сделала в конечном варианте? Я бы взяла и сейчас точку Т3 подвинула вот сюда, посмотрите, линия выпрямляется и дальше как она продолжается, да, какая красивая линия, да, а точку Т7 я бы взяла и подвинула на эту же величину ей навстречу и оформила бы линию вот так. И посмотрите, какие красивые линии у меня получились бы в этом плане. Это задняя половинка подкорректировалась, это передняя половинка подкорректировалась. Повторяю, соединение двух линий в один шов идеально только тогда, когда они очень сильно похожи друг на друга. Чем больше вот этой похожести, сопряжения, конгруэтности из математики, да, слово такой термин есть, тем качественнее ваша выкройка. Так, ну что еще тут можно добавить? Если у вашего мужчины полные вот здесь вот ножки, вот на этом месте у вас полные полные ножки, тогда вы делаете проверку. Вы измеряете объем ноги, самой широкой ее части и примерно вот на этом уровне сантиметров 4-5 от линии годиц вниз начинаете измерять ширину получившейся брючины. Для этого вы измеряете расстояние между ширину передней половинки, вот я вижу 28 с половинкой, да, запоминаю эту цифру 28 с половинкой и прибавляю к ней ширину задней половинки 61. Значит, если мои брючки получили 61 с половинкой сантиметра, 61 с половинкой сантиметра, это у меня получилось. А у вашего мужчины брючки, вернее, ножка в этом месте 62 сантиметра, предположим, что будет? Она обтянет его в этом месте. Нужна ему такая ширина? Нужна ему эта обтяжка? Я думаю, что, конечно же, нет. Потому что, извините, специфика их просит того, чтобы какая-то брюченка была достаточно свободна. Раньше даже делали эту разницу, спрашивали, с какой стороны, извините, вам удобно хранить свое богатство с левой или с правой и в ателье шили брюченку эту шире. Ну, незначительно, конечно, но делали шире. Это был вот такой индивидуальный пошив, вы будете улыбаться, но это было так. Сейчас, конечно, это, наверное, для многих кажется анахронизмом. Никто этого не делает, но как бы там ни было, вы должны помнить, что в этом месте у вас должна быть прибавка. Значит, снимается дополнительная мерочка, которая называется обхват бедра. Давайте вот здесь вот напишем обхват бедра. И она в нашем случае была бы, допустим, там 57 сантиметров. Ножки у наших мужчин, как правило, редко бывают полными, хотя мы говорим о индивидуальном пошиве и, возможно, все, и поэтому я вам рассказываю разные ситуации. И вот если бы у нас было здесь 57, а у него брюченка получилась 61,5 сантиметров, прибавка здесь оказалась 4,5 сантиметра, по-моему, это все достаточно. Вот такие брючки, для такого человека вот эта брюченка была бы очень-очень удачной. Ну и, конечно же, прежде чем поставить точку в этом вопросе, давайте померяем, что у нас получилось по нашим контрольным мерочкам. Это ширина брюк в области бедер 25, запомнили, так, и посмотрели, 50, так, 52 сантиметра. Хорошо. А нам надо было сколько? 50 плюс 2, 52. Посмотрим, что случилось с талией. Давайте я первоначальную талию по мере, да? 11, запомнили, пропустили выточку, 23, поток 23 положили вот сюда, 36, пропустили выточку, посмотрели, 46 примерно с половинкой сантиметров. Толстый карандаш, не очень, конечно, все точно, но тем не менее, 46 я хотела плюс 1, 47, получила 46 с половинкой. Прибавка полсантиметра вместо сантиметра, конечно, вы понимаете, что это ни о чем. Что еще тут нужно сделать? Еще нужно добавить на выкройке ткань на гульфик. Поэтому, параллельно вот этому нашему выбирайте ширину гульфика 3-4 сантиметра, сколько вам хочется. Вот, допустим, 4 сантиметра мы выбрали, И вы рисуете линию, добавляете вот такую вот линию. Это на гульфик. Куда она здесь внизу уходит? Как только начинается поворотик, так и кончается вот эта вот наша линия. Я бы вот так добавила. И обратите внимание, нужно зеркалить вверх припуск на гульфик. Надо чуть-чуть, чуть-чуть приподнимать, чтобы было симметрично, как бы относительно вот этой линии, вот эта линия талии отражалась здесь, здесь, и здесь были прямые углы. Ну, вот такая вот еще добавочка могла бы быть для нашего гульфика. Ну, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Мне кажется, что я успела вам рассказать про глючки сегодня. Все. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всегда ваша Галина Коломейко. До новых встреч! До встречи! Редактор субтитров А.Семкин